А в Усть-Каменогорске праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы, начались три дня назад. Там уже состоялись республиканские соревнования по спортивной ходьбе, автогонке, различные конкурсы и флеш-мобы. Но именно сегодня проходят главные торжества, на которые приходят тысячи горожан. Что приготовили организаторы праздника на сегодня, чем этот день запомнится Усть-Каменогорском? На эти вопросы готова ответить моя коллега Анелли Симбердина. Анель, вам слово. Добрый день, Алмаз! Да, сегодняшний праздник точно запомнится даже тем, что главные народные гуляния в Усть-Каменогорске сменили место дислокации. Теперь проходят не на центральной площади, как обычно, а на улице, которая носит имя Астаны. Символично, не правда ли? Местные жители это оценили и пришли на праздник, несмотря на дождь. Причем для каждого здесь нашлось занятие по душе. Для детей организаторы конкурса подготовили специальную площадку с конкурсами, смешными заданиями и играми. А ведь день рождения обязательно должен быть веселым. Здесь же рядом развернулась выставка Дома детского творчества. Школьники подготовили свои подарки для любимой столицы. Не остались в стороне и мастера постарше. Но в целом настроение праздника создают именно песенные и танцевальные коллективы. Особенно постарались это на культурные объединения региона. И все вместе организовали концерт «Астана, сердце Евразии». Рядом со мной сейчас находится заместитель представителя Белорусского этнокультурного объединения, преподаватель белорусского языка, культуры и истории Нина Прищепчик. А еще говорят ее коллеги, что всех своих учеников она учит гордиться нашей столицей. Это так, Нина Николаевна? Конечно. Для каждого из нас столица – это всегда центр. Это наше сердце. И поэтому о столице мы говорим часто и много. И слушая сообщения по телевизору о том, как растет Астана, как она хорошеет, сердца наши полнятся радостью. А меня особенно впечатляет то, что вокруг Астаны растет огромный красивый лес. Для меня белорусский лес – это праздник души. И этот праздник, я думаю, будет сейчас у всех астанинцев. Я горда своей родиной, своей республикой Казахстан, ее достижениями, ее столицей, ее красотой и счастливо жить на этой земле. Спасибо, Нина Николаевна. А праздник с улицы Астана перенесся во все микрорайоны города. И во всех парках областного центра проходят концерты с любовью к столице. А несмотря на дождь, футболисты устроили матч на Комсомольском острове в честь главного города столицы. А для маленьких оськаминогорцев распахнул свои двери новый детский сад на 320 мест. Теперь этот день они навсегда запомнят уверенные организаторы. А мы хотим ко всем присоединиться и тоже поздравить столицу. С днем рождения, Астана! Алмаз! И вас с праздником, коллега! Я напомню, это был наш корреспондент в Усть-Каменогорске Аннелли Синбердина.